О ставших этим летом частыми случаях гибели людей на воде говорили сегодня на авторадио. Почему это происходит? Как это остановить? Об этом расспрашивали заместителя начальника главного управления МЧС России по ИАО, главного государственного инспектора по маломирным судам ИАО Сергея Курикалова. Вчера статистика пополнился еще одним несчастным случаем, в результате которого погиб человек с 67-го года рождения. И причина, как обычно, она проста, как не ранее мы об этом говорили, что это перенапряжение правилам безопасного поведения воды, а именно нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Все закончилось, трагически человек погиб. Этим летом зарегистрировано уже семь случаев утопления. И во всех семи роковым фактором стал алкоголь. Забыв под его воздействием о благоразумии, неадекватно оценив свои силы, проигнорировав правила и запреты, граждане бросаются в свой последний заплыв и тонут, как в последнем случае, прямо под знаком «купание запрещено». Сергей Курикалов имеет богатую и морскую, и речную практику. И хорошо знает, что такое вода. Меня как бы с детства приучили, с детства, и когда заканчивал училище в водеустойке, что вода – это очень опасно. Соответственно, уже, соответственно, и вёл себя, соответственно. То есть необходимо уметь хорошо плавать, эти навыки как бы не терять, ну и быть адекватным, находясь у воды, соблюдать все меры предосторожности, не нырять в незнакомых местах, так-то можно получить всякого рода травмы. И тогда отпуск, отдых у воды будет комфортен и безопасен. Сергей Курикалов особо заострил внимание родителей о недопустимости одиночного купания детей без присмотра взрослых. Во избежание особо трагичных случаев детской смерти в воде, инспекторы проводят рейды по известным местам купания. На родителей, не обеспечивших безопасность своих детей, составлено уже 93 административных материала, в том числе и с денежными штрафами. Сделать верные выводы призвали в эфире, запись которого доступна для просмотра на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости. 21.